всем привет друзья и гости канала мы продолжаем с вами играть фермер симулятор 15 и у нас сегодня с вами будет уборка большого нашего свекольного поля вот в частности вы видите что мы уже начали это делать я решил перевозить таким вот небольшим прицепчиком потому как мне говорили что наш большой прицеп не подходит под макстрон и будет там застревать ну а здесь в общем то не так и далеко до чтобы нам не воспользоваться вот этим вот мелким прицепчиком так хорошо я вижу что куры опять у нас дали яйца давайте мы их соберем раз уж у нас они есть эти куры и яйца то пускай они не лежат здесь на жаре вот ну и вы помните что мы не нравится в этой кучка такая вы помните что мы с вами решили покормить немножко наших овец решили ехали ехали но немножко не доехали поэтому мы продолжим с вами это увелись увеселительное такое вот мероприятие и пока наши тут работают или пытаются работать или создают видимость работы да вот мы видим что действительно создают видимость работы вообще как-то странно у нас иваныч как-то странно он начал работать здесь вот ехал ехал потом посреди поля развернулся но что ты будешь делать так придется взять все свои руки уж неоднократно я в этом убеждался что хочешь сделать как надо правильно сделай это сам ну ты будешь родной подъезжать или нет комбайну нужна разгрузка 99 процентов да ему уже нужно ехать так ладно хорошо подъедет разберемся здесь у нас с вами остановочка потому что петрович у нас тут катался катался в общем то все сделал правильно единственное что вот кусочек какой-то небольшой такой здесь он не доделал поэтому мы сейчас с вами сами доделаем и наше среднее поле тоже убрано вот и все высыпаем полтонны как-то вот так вот подъезжаем все хорошо так вы помните что у нас также созрела еще одно поле наше фермерское поэтому туда тоже нам нужно будет съездить там тоже нужно будет начать работать так ты езжай контролируем чтобы у нас носилась на поле работа тоже велась ну и как только мы сейчас с вами разгребемся немножко с этим всем то сразу же тогда мотанем к нашим овцам потому что они действительно уже голодают они еще вчера там с утра чуток у них оставалось буквально чуть-чуть ну а сегодня уже практически сутки прошли вот вы видите да пока у нас поля созревали пока то да сё пока мы силос продавали уже на 143 тысячи продали его дойца грастар забуксовал помогите где что там забуксовал родной ну там я в принципе знаю что там бабушки катаются за молоком с утра едут в магазин удалось ему вырулить договориться да нет или все же нет так ну посмотрим сейчас доедем до нашего поля здесь тоже начнем работу и как-то поля у нас созрели буквально одновременно и приходится но теперь уже практически разрываться куда тут бежать что делать кому что рассказывать теперь ман забуксова просто у них сегодня какая-то по 6 какая-то пошла так где-то тут мы с вами станем и что самое интересное сами решают эту проблему да с забуксовкой так ну ехал ехал наш родной и что-то как-то не доехала авто 5 и 5 давайте мы поставим 5 метров я думаю что 5 метров нормально начнется сыпаться вот пошла свекла 5 может быть даже 4 можно поставить автомат у нас почему-то не сработал но я думаю что дальше сработает вот ну конечно же здесь урожай будет большой вы видите да что наш мелкий просто не успевает мотаться благо что бункер большой у макс трона и все же он проставит не так много как мог бы так хорошо здесь у нас что где наш ман где он застрял сидит хорошо проверяем здесь у нас работа кипит то же самое да если это можно так назвать что кипит работа ну да смотрите даже вот так кипит что аж передние колеса поднялись выше уровня моря ну и здесь у нас да здесь у нас работа ведется мы по крайней мере видим хотя бы по той сумме которая уже набежала 146 тысяч и так как у нас деньги появились то мы можем сами купить поля вы помните мы об этом говорили да вот поля 32 33 и опять же на них много работы их нужно объединить их нужно засеять от них нужно курсы нарисовать ну много чего нужно сделать так ман дерево а дерево-то он и не заметил оказывается или еще можно так сказать дерево перебегала дорогу да так ну давайте мы подъедем куда-то вот так вот дальше я надеюсь он сам поймет разберется куда ехать маневрирую для погрузки так ну давайте мы проедемся сами вот здесь вот кривое поле как вы знаете да вот здесь трудности всегда на этом поле возникают и не только у иваныч и петровичей и иже с ними но и также у костиков которые работают на этом поле все из-за его крайней кривизны такой вот как мы здесь нам нужно будет я думаю вон туда поехать здесь развернуться посмотрим сейчас так ну примерно примерно вода хорошо поехали там правда кусок придется нам убирать с вами отдельно потом но это когда уже все закончат везде закончится работа так ну дальше я думаю что разберутся они сами вот хорошо так так здесь у нас у нас прицепов мало для того чтобы здесь работать трактора есть а вот прицепов как-то не очень много да а но в принципе мы можем с вами здесь то нам уже не надо на срединном нашем поле уже не нужно работать поэтому погнали а где наше большое поле бигфилд кроп загружаем дальше нью холланд у нас все верно стоит ну и с ближайшей точки мы с вами запустим маршрут а там глядишь и поле наше свекольное уберется как-то потихоньку ну и будем продавать будем торговать будем еще больше денег с вами иметь уже мы сейчас сбегаем купим поля а потом уже покатим наверное к нашим овечкам так давай езжай куда-нибудь пока мы то пока ты там куда-нибудь едешь мы сейчас здесь еще сделаем так маршрут то же самое да нам нужен маршрут с вами потому что вот здесь вот нужно будет целому потом убирать а оно так созрело но не совсем до созрело ну да ладно бигфилд маркеры вот ну и дальше все как всегда это у нас север северо-запад будем двигаться мы с вами на восток генерируем и погнали включено распыление соломы да я полностью согласен полностью поддерживаем окей так здесь стоим здесь стоим и наконец то вот пришло время нашему мелкому престиж херлеман поехать знак избивать бабушек пугать отвезем наконец таки эти 11 кубов земли я уже с construction симулятора кое-что заимствую 11 кубов травы отвезем нашим бедным овечкам потом сгоняем купим поля объединять я их буду уже за кадром потому что мы с вами это видали сто раз смотреть там совершенно не начали ни на что вот и засеем мы с вами травой это и нарисуем оттуда маршруты как я говорил маршруты на уборку травы на покос и на уборку ее на связине на склады вот здесь вот я даже затрудняюсь с этими полями смотрите если вдруг зеванешь то трактор заедет в море так он где-нибудь упирается в какое-нибудь дерево или ограждение да тут сразу же укатит доставай его потом оттуда я думаю что на оставшиеся деньги после покупки полей мы с вами купим все же прицеп нам нужен еще один прицеп маловато 2 для такого хозяйства ну 3 если считать что 3 это у нас еще тот который к ману относится вот я же горю смотрите в овец совсем ничего не было бедные овцы вот бедные это бедные но 9 тонн с половиной еще у нас осталось придется вот это вот все отвозить коровам потому что потому что потому потому что наверное мы с вами все же купим давайте мы съездим оставим пока что здесь досыпем потом так посмотрим что у нас на этом поле творится черт течет корица круги нарезал смотрите стоило нам сюда показаться да какой красивый круг вот как в англии на пшеничных полях и он сразу же поехал все же так но я не это хотел я хотел смотаться к полям погнали погнали так и я вижу что не успевает срабатывать бега станция мы поставим время на пять чуток быстрее также я вижу что здесь у нас что поехал да хорошо здесь мы сыпем ячмень тоже неплохо и здесь работаем в кое-то веки да вот у нас сегодня все заработали так как надо 69 мы покупаем поле номер 32 и поле номер 33 тоже мы с вами будем брать приятно когда есть деньги когда ты можешь не считать особо не смотреть сколько там у тебя остается чего знаю что прибудут еще деньги да прибудут деньги да да уж это точно так и здесь 50 тоже покупаем вот у нас появилось два поля два больших поля которые будут соединены в одно поле и здесь у нас будет пшеничка тьфу пшеничка я говорю на пшеницу трава конечно же трава вот здесь у нас будет трава будем ее косить и свозить на ферму хорошо так тут стоим и 40 тысяч я к тому что нам бы конечно же было бы неплохо вот отсюда убирать солому начинать и так же убирать солому с нашего поля срединного среднего я нарисовал курс чтобы соломка чтобы соломка у нас понапрасну не пропадала потому как коров будет все больше и больше склады у нас есть но для того чтобы это делать нам нужно или сейчас отвозить срочно траву у овец там у нас стоит этот прицеп или покупать новый прицеп но чтобы купить новый у нас с вами ну и пока что вроде бы каких денег нет так прицепы самосвалы на вазоразбрасыватели что тут у нас еще есть грузовые прицепы вот 27 купить еще один такой же да смысла особого нет 59 вот мне нравится вот этот мне больше нравится 180 лошадиных сил но конечно же вот этот лучше всего на 50 он сразу же пол поля будет забирать но 88 будем копить тем более что тут недолго осталось как мы видим что довольно таки активно тут вот костик справляется что только мы поможем в этом так сколько у нас там 7 до 6 когда следующую партию привезет у нас уже будет пустой бункер так хорошо и вы видите что погодка у нас сегодня будет портиться вот вроде бы как дождь обещают с утра но вроде бы как и ничего но парит я уже знаю что парит будет все таки дождь поэтому хотелось бы как-то побыстрее до дождя все здесь убрать у нас вон еще сороковое поле созрело так тоже сила так так здесь вот интересно проедет иваныч или нет по идее да тут уже хоть и косое поле да но вот у нас край левый край как раз заходит на прямое на прямой участок и так поворачивать все хорошо все теперь здесь более-менее можно расслабиться и на это поле уже не смотреть вот здесь нужно будет остановить там где несозревший участок тоже вроде бы как слаженно наши работники работают подъезжает трактор окей хорошо так ну что оставляем тогда здесь и трактор да и в общем то вот этот прицеп потому как мы скоро вот-вот новый купим новый большей вместимости и потом я думаю что нужно будет все же вместо этого куцева тоже что-нибудь приобрести какой-нибудь такой прицепчик более-менее толковый но чтобы вот эти наши трактора мелкие тоже могли его таскать грим макстрон забуксовал где-то забуксовал а вот он где забуксовал понятно чё ж тебя туда понесло то ты можешь мне сказать ты же проехал вроде бы вот кусок маршрута да кстати я здесь конечно же по курсу его как вы видите запустил и вот здесь вот кусок у нас не убраны поля все из-за того что нужно будет здесь траву посеять потому что сарай будет мешать давайте мы вручную проедемся а потом травой засеем все это дело и не будет у нас тогда здесь проблем особых так хорошо мне нравится что у него скорость назад тоже хорошая да вот 14 км в час 10 он вперед едет и 14 назад при работающей жадке вспоминаю РКС-4 помните на базе МТЗ свеклоуборочный картофелоуборочный комбайн который назад едет со скоростью 4 км в час и это просто какой-то кошмар его разворачивать где-то лучше вперед проехать да вот круг сделать какой-нибудь чем назад на нем ездить здесь все таки техника поновее порезвее так а где наш родной Костик где Костик который вроде бы как должен был поехать и свекла вон он едет едет и сейчас здесь застрянет это 100% так тут у нас даже не досеяно как-то оказалось я не знаю каким образом ну езжай дальше давай так хорошо хорошо работаем здесь тоже вот как раз последний у нас тут проход с вами вовремя мы сюда заскочили посмотрели сейчас проверим также на силосе и в общем то будем 59 тысяч уже есть да вот на средний прицеп давайте наверное лучшее лучшее враг хорошего купим все-таки лучший так ну и останавливаем есть контакт так так когда созреет придется опять же по этому маршруту нам поехать с вами чтобы вот эта вот полоса оставалась чтобы потом трактор смог нормально убрать салону ячменную заметьте да вот не пшеничную ячменную нашим коробкам разнообразие так скажем ну что же друзья я пожалуй буду на этом с вами прощаться встретимся мы с вами в следующей части работа у нас не проворот как всегда но самое главное это то что деньги идут у нас сегодня и они будут идти до самой ночи у нас будет много чего много разных возможностей чего купить всем спасибо за внимание всем удачи и пока